Жалуется, жалуется, тут мне все один человек, что мероприятия нет, грустно, хочется зарабатывать, работать. Да не то, чтобы просто хочется выйти куда-то. Денег. Посмотреть на кого-нибудь. Я тебе хочу подсказать способ заработать. Его, слава богу, придумала не я, но случайно я наткнулась на моего коллегу с прошлой работы, который сейчас работает на Собчак. Видишь, как у нас жизнь развела? Работает на Собчак. Я с тобой работаю, он с Собчак работает, да. Ну, он с ней или на нее? Ну, с ней ее программу делает. Осторожно, Собчак, у нее сейчас новости запустились. И вот в одном из последних выпусков новостей была такая небольшая городская заметка про то, как зарабатывают девушки в Москве. Давайте посмотрим. Это можно показывать? Это можно показывать, но меня это просило, настолько возмутило, что я это хочу тебе показать. Давайте, смотрим. Правила игры. Мужчина, мужчина, здравствуйте, можно вас на минуточку? Да я уехала без денежек, а мне заправиться надо. Можете мне 2000 дать с собой? Например, муза и коуч Елена Фелитович делает из обычных девушек дорогих содержанок. Учит их создавать подарки. Ну, то есть выпрашивать деньги у мужчин. В том числе на карантине. Первая тысяча есть. Рыбалка я это называю. Сходить на рыбалку, порыбачить. Можно поймать, можно не поймать. Но в 95% случаев, если делать два подхода в день, то это 20 тысяч в день доход. Вот. Хотите, я вам масочку подарю? У меня вот есть масочки. Масочку хотите, я вам подарю? Да, маска не нужна. Почему? Еще же надо их пока носить. Ну вот, даже таксисты, парни, да, у кого денег нету, вот, по 600-500 рублей дают. Рассылка своих эротических фотографий, прекрасно монетизируется. Ну, я думаю, это уже тебе не подойдет. Это твой ранд. А почему это мне не подойдет? Ну, я хорошего тебе мнения, нет? Я думал, наоборот. Меня просто это настолько убило. То есть она ничего не делает, ничего там не обещает. Она говорит, дайте денег, пожалуйста, и собирает 20 тысяч в день. Как это возможно? Мужики, что с вами не так? Причем, ну, она не выглядит же бедной, да? На дорогой машине. Мужики, крокерсила, в мехах. Ну, видимо, если была бы бедная, наоборот, как-то и меньше бы помогали. А тут вот хотят приобщиться, наверное. Может, это менталитет такой вот у москвичей? Может, они думают, что им это аукнется, и она их найдет, и тогда что-нибудь будет им приятное за это? Мне кажется, у нас, Сибиряки, бы ее быстренько бы. Вот мне очень интересно, может, кто-то из наших зрителей повторит такой эксперимент в Красноярске и поделится результатами? Я не готова психологически, я не подписываю. Ну, ты уже, знаешь, тебе никто ничего не даст. Мне кажется, это не менталитет, это вот такие мужчины, да, как бы, ну, как так можно? Видно, что девушка там не в трудной жизненной ситуации. Ну, зачем вы это делаете? Просто, когда вызывается жалость, да, тебе иногда хочется прям помочь, отдать там несколько сотен рублей. Но тут-то какая жалость? Ну, не такая пухлогубая жалость, наверное. Ой, ладно, Кать, ладно, хорошо, подлечила. Вот и интересная тема, интересная находочка. Девочки, берите на заметку, возможно, сегодня тоже кто-то отправится на рыбалку.